С пятницы по воскресенье минувшей недели в Магнитогорске было зарегистрировано 72 дорожно-транспортных происшествия, 6 из них с пострадавшими. Самая серьезная, по словам полицейских, проблема проявилась в выходные. Произошло 9 ДТП с участием пьяных водителей. Татьяна Зайцева продолжит. Началось все в пятницу, когда был совершен наезд на ребенка, 12-летнюю школьницу, на Карломаркса 126. Сбивший ребенка водитель имеет стаж управления транспортным средством всего один год. Кстати, за эти 12 месяцев он успел попасть в поле зрения полицейских 6 раз. У девочки серьезнейшие травмы головы. Более подробно об этом случае в одном из наших следующих выпусков. В воскресенье отличился водитель 1993 года рождения с редкой для наших широт фамилией Шумахер. Управляя автомобилем Toyota Camry, пьяный горе-гонщик посрамил свою знаменитую фамилию, позорно врезавшись в гараж на Уральской. При этом серьезно пострадал пассажир авто. Ну и вот в ночь с 11 на 12 октября водитель следовал из Агаповского района, заезжал в город Магнитогорск. В таком состоянии был, что не помнит, с кем он ехал и в каком направлении передвигался. Не справился с управлением, совершил опрокидывание, после чего автомобиль еще и загорелся. Кстати, в пятницу и в субботу с 19 до 22 часов группы нарядов ДПС провели рейдовое мероприятие, патрулируя 20 наиболее опасных пешеходных переходов города. Привлечено к ответственности 15 водителей, не предоставивших преимущества в движении пешеходам, и 75 пешеходов, переходивших дорогу в нарушении правил. Татьяна Зайцева, Влад Набиев, телекомпания ТВН.